Краевые соревнования Краевые соревнования Краевые соревнования Краевые соревнования Мы отобрали команду на чемпионат России На первенство России И достаточно успешно прошел отбор В том плане, что наша команда Сборная Края Не вернулась без медалей У нас девочки заняли Третье командное место в упражнении Скид Ребята заняли второе командное место Причем с одинаковым результатом С первым местом Единственное, по последней серии И они опустились на вторую строчку. И в упражнении микс, это новая дисциплина, сейчас убрали дисциплину дубльтрап, олимпийская такая была дисциплина. Вместо нее сделали микс. Это девочки и мальчики стреляют вместе в группе. Вот в упражнении скит-микс наша команда сборная заняла тоже второе место. То есть, в принципе, как я оцениваю, результат подготовки положительный. Потому что мы каждый месяц, вне зависимости от погодных условий, вне зависимости от количественного состава участника, как вот, например, на эти соревнования, которые сейчас проходят, но это уже следующий этап, первый этап следующего отборочного сезона. У нас немного участников, три группы. Может быть, из-за погоды, потому что достаточно жарко на улице. Может быть, то, что сезон сейчас все-таки отпусков морей и так далее. Но мы, тем не менее, проводим, и наши спортсмены получают соревновательный опыт. Что очень важно для участия во всероссийских соревнованиях. Ни один другой регион в России не проводит такое количество соревнований, как мы здесь, в Краснодарском крае. Здесь у нас получается 10 этапов Кубка Края, чемпионат Краснодарского края и финал Кубка Краснодарского края. То есть получается, что каждый месяц у нас проходит соревнование. Для нашего региона самое комфортное время – это весна-осень. И как раз в это время здесь проходят всероссийские соревнования, как правило. Проводятся этапы Кубка России, чемпионаты, первенства России. Бывают один-два месяца в году, когда температура ниже нуля. Сложновато проводить, так как соревнования на открытом воздухе. Но, тем не менее, спортсмены уже знают некоторые хитрости, нюансы, как руки согреть, как патроны согреть, как сделать соревновательный процесс более комфортным. Ну, а в жару, конечно, приходится искать тенек и прятаться. А так, в принципе, погода, я считаю, нормальная. Главное, чтобы не было сильного ветра. Вот для стендовой стрельбы, так как на открытом воздухе проходит, то здесь самое страшное – это сильный ветер. Когда сильный ветер, полеты меняются настолько, что спортсменам очень тяжело адаптироваться к таким погодным условиям. Поэтому жара и холод для них не помеха. У мужчин и у женщин, в принципе, без изменений, земли на Александр у нас как был таким форвардом, лидером в команде, так он и остался. У мужчин также хотелось бы отметить Калимулина Сабира, который вот сейчас на чемпионате России. Он стрелял все дисциплины, все, что были. То есть вообще в истории стендовой стрельбы я не помню второго такого человека. Ну, его и не было, потому что именно в той компоновке программ в рамках чемпионата России его не проводили. И вот он стрелял и трап, и скид, и смешанные команды, и то, и то. То есть вот он как приехал на чемпионат России, от начала и до конца отстрелял. То есть практически там, ну, чуть не хватило ему до тысячи мишеней принять за чемпионат. То есть такую нагрузку, как он, выдерживает не каждый спортсмен. Здесь, конечно, вот у него надо поучиться, во-первых, совмещению дисциплин. То есть многие считают, что совмещение дисциплин, скид и трап, они невозможно и совмещать. Да, он помимо того, что стреляет скид, трап, еще и спортинг компакт, и спортинг, то есть такой универсальный стрелок. Раньше их называли многостаночники. Вот он в составе команды, сейчас заняли они второе место. Это Конев Евгений, мастер спорта международного класса наш, тоже сейчас набирает обороты. Землин Александр, как я уже сказал, и Калимуллин Сабир. Вот это мужская команда. У девочек у нас также Землина Кристина, Гусева Александра и Рябуха Сандра. Но это спортсменка, которую мы привлекли из Ростова-на-Дону, потому что у нас с взрослыми женщинами немножко был недобор по команде. И сейчас она выступает за Краснодарский край. Но что радует, это наше подрастающее поколение, среди юниорок особенно. То есть девочек у нас, две девочки уже в сборной команде страны. И есть еще кто в резерве, то есть они уже основательно наступают на пятки взрослым спортсменкам. И мы даже при формировании основной команды на чемпионат России думали о том, чтобы включить в женскую команду юниорку. Потому что она за явным преимуществом показывала хороший результат. Но так как немножко там в плане двойного зачета была проблема, тогда бы ей в первенстве не получилось в миксах участвовать. Мы приняли решение все-таки разделить. А так уже уровень девочек, девушек, юниорок такой, что они конкурируют с женщинами. Точно так же и у ребят. То есть здесь надо отметить работу тренеров. Каждодневную, опять же, тренировки проходят в любую погоду, при любых погодных условиях. Поэтому вот эти ежедневные или еженедельные тренировки, они дают свой результат. Со временем, но дают. Дубраво – это единственный комплекс у нас на юге России, будем говорить. То есть раньше в Ростове активно комплекс развивался. Сейчас я не готов сказать, находится ли он в реестре, в всероссийском реестре объектов спорта. То есть обязательным требованием для проведения соревнований должно быть, чтобы объект был в реестре объектов спорта. Это раз. А раз он в реестре объектов спорта, значит он сертифицирован. А раз он сертифицирован, значит он соответствует всем требованиям к правилам соревнований и к требованиям безопасности. Конечно же, проводить на других стендах не представляется возможным, Потому что эти стенды не будут соответствовать реестру, не будут соответствовать требованиям безопасности и правилам виду спорта. И брать на ответственность, да и тратить время проводить соревнования и стрелять на тех полетах, которые не соответствуют правилам соревнований, нет смысла. То есть, наоборот, спортсмены расслабляются, как правило, показывают более высокий результат. Но приезжая на всероссийские соревнования, здесь-то уже все настроено в соответствии с правилами. И они проваливаются. Такие примеры есть у нас. Поэтому мы стараемся, если выезжать на другие стенды и другие регионы, то, как правило, это там, где будут проходить вот эти всероссийские соревнования. Сейчас начинают потихоньку в районах возрождаться такие вот стрельбища. Это одна площадка, может быть, где-то две площадки. То есть, это наше побережье. Вот Анапа, Новороссийск, Ленинградский район активно. Но у них не олимпийская дисциплина, а спортинг-компакт. Ну, а так традиционно, конечно, все, что вокруг Краснодара, районы, Красноармейский район, с Гулькевичского района приезжают. То есть, те районы, которые где-то в двух, полутора, в двух максимум часах от Краснодара. Потому что больше возить на тренировки там три раза в неделю достаточно проблематично. Хотя, если настрой у родителей серьезный, то возят из Геленджика, допустим. Расстояние не маленькое, но я знаю, у нас спортсменка Бояршинова Лиза, когда они жили в Геленджике, они сюда ездили три раза в неделю на тренировки, естественно, на соревнования тоже. Сейчас она в сборной юниорской России, наша спортсменка. Но они для того, чтобы меньше тратить время на дорогу, переехали в Краснодар. Поэтому, конечно же, здесь большая часть спортсменов у нас из Краснодара. Ну, а районы, как я говорю, уже в принципе в пределах там полутора-двух часов тоже подтягиваются. Ну, не хотелось бы выделять какой-то район, потому что на самом деле нет какого-то в этом плане района, где было бы больше, где меньше. Здесь, знаете, больше, наверное, зависит от родителей, от их увлечений. И, как правило, если отец, допустим, охотник, да, и он хотел, чтобы его сын там или дочь стреляли, они, как правило, привозят их сюда, дают им навык первые обращения с оружием, смотрят, и уже если нравится, то они готовы возить, потому что они смотрят, опять же, на своего ребенка. То есть, если ребенок горит этим видом спорта, да, им нравится с оружием обращаться, то он... Естественно, и готов будет его возить. Поэтому здесь, я не думаю, что территориальный фактор у нас край не настолько прям большой, чтобы было проблематично возить, но именно фактор заинтересованности и ребенка, и родителя. То есть, если вот эти два фактора сходятся, то здесь будет успех. Потому что, ну, мы много знаем примеров успешных спортсменов, которые переезжали даже в другие страны к тренерам, да. То есть, если ребенку нравится, и он готов свою жизнь посвятить спорту, а мы ищем именно таких, потому что все-таки центр олимпийской подготовки – это учреждение, которое готовит, естественно, первое – это сборная края, а второе – это подготовка к сборной, резерв сборной страны. Поэтому здесь мы именно стараемся отбирать таких детей, таких спортсменов, которые готовы жить этим видом спорта, а не просто его рассматривают как хобби. И даже взять пример Саши Землина, да, его часто мы рассказываем, что он начал стрелять с 6-7 лет, его отец привозил также на комплекс, брал с собой на охоту, и он видел, что он горел стрельбой, и даже когда он где-то что-то провинился или плохо учился, у него, у отца, знаете, какая страшилка была, не как сейчас мы детям говорим, там, заберу у тебя телефон или там мультики не будешь смотреть, он говорит, я тебя не возьму на охоту, то есть для него наказанием было, что его не возьмут на охоту, это в возрасте 7 лет, там, и старше, допустим, да, то есть вот он настолько горел стрельбой, ему нравилось стрелять, и вот результат, да, он уже в юниорском возрасте попал в сборную страну, выиграл первенство Европы, стал чемпионом мира, то есть это все вот совместные усилия, во-первых, его отца и спортсмена, да, без этого профессиональный спорт, наверное, не сложится, потому что на одном энтузиазме тренеров, на одном энтузиазме Центра Олимпийской подготовки или Федерации далеко не уедешь, потому что все равно нужна поддержка и помощь родителей. Редактор субтитров А.Семкин